Работодатели, которые не уплачивают своевременно страховые взносы. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование – это индивидуально обязательные платежи, которые уплачиваются в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации и целевым назначением которых является обеспечение права гражданина на получение пенсии по обязательному пенсионному страхованию в размере и эквивалентном сумме страховых взносов, учтенной на его индивидуальном лицевом счете. С введением в действие нового пенсионного законодательства рост официального заработка и трудоустройства при определении права на пенсию и исчислении ее размера только усилилась. Теперь страховая пенсия назначается при наличии не менее 15 лет страхового стажа. Норма вступает в силу с 2024 года. В 2016 году уже требуется 7 лет страхового стажа, затем величина требуемого страхового стажа поэтапно будет увеличиваться на 1 год. В страховой стаж включаются только периоды официального трудоустройства, в которые работодателям осуществляется начисление и уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Кроме того, необходимо будет сформировать пенсионные права в объеме не менее 30 индивидуальных пенсионных баллов. Норма действует с 2025 года. В 2016 году нужно иметь не менее 9 баллов. В последующем требование ежегодно увеличивается на 2,4 балла. Величина баллов напрямую зависит от размера заработка. Отделение пенсионного фонда по Республике Адыгея и совместно с Государственной инспекцией труда в Республике Адыгея ведут работу по выявлению недобросовестных работодателей, выплачивающих серую заработную плату. Либо заработную плату ниже прожиточного минимума и ниже минимального размера оплаты труда, а также не оформляющих с работниками трудовых отношений. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства, привлекаются к административной ответственности. Следующая тема, на которой я остановлюсь, это за какие периоды индивидуальные предприниматели могут не платить взносы в пенсионный фонд. Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, главы крестьянских фермерских хозяйств и другие физические лица уплачивают взносы на обязательное пенсионное страхование дифференцировано. В зависимости от дохода, полученного от предпринимательской деятельности, доход до и свыше 300 тысяч рублей. Но существует ряд временных периодов, когда данная категория полательщиков освобождается от уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование. К таким периодам прежде всего относится период прохождения военной службы по призыву, период ухода за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности, период ухода, который трудоспособное лицо осуществляет за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет, период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту вместе со своим супругом в местностях, где они не могут трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности. И последнее – это период проживания за границей супругов, работников, направленных в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации. Чем я хочу дополнить свое выступление, это то, что в понедельник заканчивается прием отчетности формы РСВ-1 за полгодия 2016 года. Всем, кто не предоставил отчет по форме РСВ-1, просьба предоставить его до понедельника.